Проект «Безопасность дорожного движения в десяти странах» действует в нашем регионе вот уже третий год. В среду в Ивановской областной думе подвели итоги его работы за 2012-й. Основной упор пиар-компании проекта в минувшем году делался на соблюдении водителями скоростного режима. Результат пока не сильно воодушевляет. Мы видим, что нарушение скоростного режима, как было на начало исследования, практически на начало года, она практически не изменилась. Люди гоняют со скоростью 100 км в час, люди не видят пешеходных переходов, многие ездят пьяными за рулем, и мы будем очень жестко продолжать менять законодательство. К слову, о законодательных инициативах. Проект по ремням безопасности и детским креслам, предложенный на заседании Координационного совета в прошлом году, был принят Государственной думой. Так что совсем скоро непристегнутый ремень обойдется водителю в тысячу рублей. А перевозка ребенка без удерживающего устройства в пять тысяч. На злостных нарушителей скоростного режима управа тоже нашлась. Количество возросло до 70, почти 6 тысяч выявленных нарушений при улучшении скоростного режима. Что в значительной части, я хотел бы сказать, обусловлено запуском и эксплуатацией автоматизированной системы фото- и видеофиксации. Письма счастья стали неприятным сюрпризом для многих лихачей. Вроде и постов ГАИ поблизости не было, а нарушение зафиксировано. Все это у нас сейчас происходит с учетом передвижных пунктов фиксации видеонарушений. В настоящее время разработана графика работы передвижных комплексов правонарушений, которые корректируются в зависимости от изменения дорожной ситуации. С учетом того, что на федеральных трассах есть очаги аварийности, мы сейчас отрабатываем очаги аварийности. И, соответственно, в соответствии с индивидуальным заданием на каждое транспортное средство, все средства в виде фиксации сейчас находятся в управлении информатизацией. И на гражданских автомашинах, соответственно, стоят эти приборы, которые на сегодняшний момент используются. И по графику у нас передвигаются в течение всей рабочей смены. В 2013 году проект «Безопасность дорожного движения» продолжится. В планах организаторов работа по основным факторам риска – привлечение внимания общественности к проблеме соблюдения правил дорожного движения.